Бронтя К нам в московский зоопарк привезли яйцо бронтозавра. Яйцо нашли чилийские туристы в оползне на берегу Енисея. Яйцо было почти круглое и замечательно сохранилось в вечной мерзлоте. Когда его начали изучать специалисты, то они обнаружили, что яйцо совсем свежее, и поэтому решено было поместить его в зоопарковский инкубатор. Конечно, мало кто верил в успех, но уже через неделю рентгеновские снимки показали, что зародыш бронтозавра развивается. Как только об этом было объявлено по интервидению, в Москву начали слетаться со всех сторон ученые и корреспонденты. Нам пришлось забронировать всю 80-этажную гостиницу Венера на Тверской улице. Да и то она всех не вместила. Восемь турецких палеонтологов спали у меня в столовой. Я поместился в кухне с журналистом из Эквадора, а две корреспондентки журнала «Женщина Антарктиды» устроились в спальне Алисы. Когда наша мама проведя фонила вечером из Нукуса, где она строит стадион, она решила, что не туда попала. Все телеспутники мира показывали яйцо. Яйцо сбоку, яйцо спереди, скелеты бронтозавра и яйцо... Конгресс космофилологов в полном составе приехал на экскурсию в зоопарк. Но к тому времени мы уже прекратили доступ в инкубатор, и филологам пришлось смотреть на белых медведей и марсианских богомолов. На 46-й день такой сумасшедшей жизни яйцо вздрогнуло. Мы с моим другом профессором Якатой сидели в этот момент у колпака, под которым хранилось яйцо, и пили чай. Мы уже перестали верить в то, что из яйца кто-нибудь выведется. Ведь мы больше его не просвечивали, чтобы не повредить нашему младенцу. И мы не могли заниматься предсказаниями хотя бы потому, что никто до нас не пробовал выводить бронтозавров. Так вот, яйцо вздрогнуло, еще раз, треснуло, и сквозь толстую кожистую скорлупу начала просовываться черная, похожая на змеиную, голова. Застрекотали автоматические съемочные камеры. Я знал, что над дверью инкубатора зажегся красный огонь. На территории зоопарка началось что-то весьма напоминающее панику. Через пять минут вокруг нас собрались все, кому положено было здесь находиться, и многие из тех, кому находиться было совсем не обязательно, но очень хотелось. Сразу стало очень жарко. Наконец из яйца вылез маленький бронтозавренок. «Папа, как его зовут?» Услышал я вдруг знакомый голос. «Алиса!» Удивился я. «Ты как сюда попала?» «Я с корреспондентами. Но ведь детям сюда нельзя. Мне можно. Я всем говорила, что я твоя дочка, и меня пустили. Ты знаешь, что пользоваться знакомствами для личных целей нехорошо. Но ведь папа, маленькому бронте может быть скучно без детей, вот я и пришла. Я только рукой махнул. У меня не было ни минуты свободной, чтобы вывезти Алису из инкубатория. И не было вокруг никого, кто согласился бы это сделать за меня. «Стой здесь и никуда не уходи», — сказал я ей, а сам бросился к колпаку с новорожденным бронтозавром. Весь вечер мы с Алисой не разговаривали, поссорились. Я запретил ей появляться в инкубаторе, но она сказала, что не может меня послушаться, потому что ей жалко бронтью. И на следующий день она снова пробралась в инкубатор. Ее провели космонавты с корабля «Юпитер-8». Космонавты были героями, и никто не мог отказать им. «Доброе утро, Бронтя», — сказала она, подходя к колпаку. Бронтозавренок искоса посмотрел на нее. «Чей это ребенок?» — строго спросил профессор Еката. Я чуть сквозь землю не провалился. Но Алиса за словом в карман не лезет. «Я вам не нравлюсь?» — спросила она. «Нет, что вы, совсем наоборот. Я просто подумал, что вы, может быть, потерялись?» Профессор совсем не умел разговаривать с маленькими девочками. «Ладно», — сказала Алиса. «Я к тебе, Бронтя, завтра зайду. Не скучай». И Алиса в самом деле пришла завтра. И приходила почти каждый день. Все к ней привыкли и пропускали без всяких разговоров. Я же умыл руки. Все равно наш дом стоит рядом с зоопарком, дорогу переходить нигде не надо, да и попутчики ей всегда находились. Бронтозавр быстро рос. Через месяц он достиг двух с половиной метров длины. И его перевели в специально выстроенный павильон. Бронтозавр бродил по огороженному загону и жевал молодые побеги бамбука и бананы. Бамбук привозили грузовыми ракетами из Индии, а бананами нас снабжали фермеры из Малаховки. В цементном бассейне посреди загона плескалась теплая, солоноватая вода. Такая нравилась бронтозавру. Но вдруг он потерял аппетит. Три дня бамбук и бананы оставались нетронутыми. На четвертый день бронтозавр лег на дно бассейна и положил на пластиковый борт маленькую черную голову. По всему было видно, что он собирается умирать. Этого мы не могли допустить. Ведь у нас был всего один бронтозавр. Лучшие врачи мира помогали нам, но все было напрасно. Бронти отказывался от травы, витаминов, апельсинов, молока, от всего. Алиса не знала об этой трагедии. Я ее отправил к бабушке во Внуково. Но на четвертый день она включила телевизор как раз в тот момент, когда передавали сообщение об ухудшении здоровья бронтозавра. Я уж не знаю, как она уговорила бабушку, но в то же утро Алиса вбежала в павильон. «Папа!» – закричала она. «Как ты мог скрыть от меня? Как ты мог?» Потом Алиса, потом ответил я. «У нас совещание». У нас и в самом деле шло совещание. Оно не прекращалось последние три дня. Алиса ничего не сказала и отошла. А еще через минуту я услышал, как рядом кто-то ахнул. Я обернулся и увидел, что Алиса уже перебралась через барьер, соскользнула в загон и побежала к морде бронтозавра. В руке у нее была белая булка. «Ешь, Бронтя!» – сказала она. «А то они тебя здесь голодом заморят. Мне бы тоже на твоем месте надоели бананы». И не успел я добежать до барьера, как случилось невероятное. То, что прославило Алису и сильно испортило репутацию нам, биологам. Бронтозавр поднял голову, посмотрел на Алису и осторожно взял булку у нее из рук. «Тише, папа!» – погрозила мне пальцем Алиса, увидев, что я хочу перепрыгнуть через барьер. «Бронтя тебя боится». «Он ей ничего не сделает», – сказал профессор Иката. «Я и сам видел, что он ничего не сделает, но что, если эту сцену увидит бабушка?» Потом ученые долго спорили. Спорят и до сих пор. Одни говорят, что Бронтя нуждался в перемене пищи, а другие – что он больше, чем нам доверял Алисе. Но так или иначе, кризис миновал. Теперь Бронтя стал вполне ручным. Хотя в нем около 30 метров длины, для него нет большего удовольствия, чем покатать на себе Алису. Один из моих ассистентов сделал специальную стремянку, и когда Алиса приходит в павильон, Бронтя протягивает в угол свою длиннющую шею, берет треугольными зубами стоящую там стремянку и ловко подставляет ее к своему черному блестящему боку. Потом он катает Алису по павильону или плавает с ней в бассейне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алису по павильону